Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Как мы и обещали, тему искусства мы не оставляем, продолжаем. Каждый, наверное, из нас пережил в детстве травматический опыт в музее. Вот встреча с искусством, когда скучная старушка, искусствовед, ну, смотритель музея, экскурсовод, очень долго, нудно рассказывает о содержании картины, все скучают, зевают. Но, тем не менее, вот в наши дни, когда внимание людей можно концентрировать буквально 30 секунд, как в ТикТоке, есть люди, которые ухитряются рассказать о картине, вкусно, интересно, познавательно. И ведь другая есть тенденция. Мы видим, насколько используется искусство в мемах всевозможных. Картины классических мастеров, известные, неизвестные, они становятся мемами. И, естественно, интересно знать, откуда все это появилось, откуда все есть пошла, вот эта вот вся картина-история. Об этом и о многом другом рассказывает на своем канале в ТикТоке актер, блогер, популяризатор искусства Артур Чех, наш, кстати, соплеменник. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро. Как вы себя отрекомендовали? Человек, который обожает искусство, имеет весело, легко и непринужденно о нем рассказывать и влюблять в него всей душой. Сейчас цитирую блог Артура на портале patreon.com, где можно, кстати, поддержать его творчество. Артур, почему именно искусство? С чего вы решили, что, во-первых, это кому-то будет интересно, и действительно дико интересно, я на вас подписан, и лайку как сумасшедший все ваши ТикТоки, и плюс, почему вам пришло в голову, что на этом можно заработать, и как удается ли действительно совмещать? Бизнес-модель, короче говоря, раскрутить все. Не могу сказать, что бизнес-модель на искусстве строится совершенно, пока я непосредственно не занимаюсь самим искусством, то есть, грубо говоря, не являюсь, там, не знаю, рекламодателем или куратором выставок, или торговцем, если можно позволить все такое выражение. Да не знаю, вот пандемия доконала меня до такой степени, что просто то, что я очень-очень сильно люблю, но как-то никогда не отдавал этому особое значение, просто само из меня вылезло, и, не знаю, но само поперло. А сколько их полю любите? Во всей этой истории просто есть одно такое достаточно символическое значение, потому что в тот год, когда я начал, незадолго до того, как я начал, умер мой преподаватель по истории изобразительного искусства в институте театральном, такой был замечательный искусствовед Николай Николаевич Громов. И, в принципе, то, что я делаю, это вот то, что делал он, только чуть-чуть более современно, потому что он был старичком таким уже прям совсем-совсем пожилым. Но вот он умел вот за три секунды вот так вот легко, непринужденно, весело рассказать про эти картины, про все эпохи, символические значения и так далее. Я подумал, что как-то так сложилось, что я понял, что можно продолжить все его дело, и у меня есть на это некоторые возможности. Это в институте началось увлечение искусством, или, может быть, в детстве еще? С каких вот пор все это пошло? Не, ну я, если говорить вообще про искусство как в общих чертах, да, ну я с детства занимаюсь театром, я долгое время делал музыку, создавал, играл в группе, до сих пор являюсь музыкантом, может быть, даже профессиональным чуть-чуть даже. А если говорить про изобразительное, ну не знаю, у меня все началось с того, что я в 15 лет очень сильно хотел показаться умным и интересным и таким всем сложным из себя. И на Фейсбуке, допустим, когда я постил новую фотографию, я это делал каждый месяц, я всегда подбирал изображение для обложки ровно вот, чтобы оно вот сходилось с моей фотографией. То есть я искал вот эти вот позы, искал цветовую гамму, искал содержание. И как-то я в это все начал потихонечку втягиваться, и вот обычный такой выпендреж меня просто включил в этот культурный поток, не знаю. То есть то, чем вы сейчас занимаетесь, такой некий оммаж любимому преподавателю, не было ли такого ступора, вызванного, не знаю, синдромом самозванца? Ну мол, ну что, да, я выпендриваюсь, мне это нравится, а потом в комментах прилетит, боже мой, что он несет, это вообще не то, это вообще не так. Ну, потому что по образованию вы же не профессиональный искусствовед, да? Не остановлено? Ну, знаете, вот по крайней мере то, что я вижу, какое образование получают профессиональные искусствоведы, подчас страшно, конечно, с ними взаимодействовать, потому что очень много людей, которые обладают вот этой профессией, да, корочкой, они тоже делают что-то совсем не то. Вот, и все-таки в отличие от них, как мне кажется, далеко не всех, я ни в коем случае не приниждаю профессию искусствовед, да, и то есть я всех призываю получать образование, это очень здорово, очень круто, но очень часто люди попадают в какую-то, на какую-то проторенную дорожку, да, достаточно, и они как будто отключают свою соображалку, и вот они идут прямо, 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 а искусство вообще в принципе не наука, ну, то есть однозначного и стопроцентного значения того или иного произведения, там, за редкими исключениями, все равно нет, это всегда есть, то есть всегда есть момент интерпретации, ну, и, не знаю, мне кажется, что я обладаю достаточно живым воображением, чтобы попытаться всю эту историю раскачать, и самое главное разрушить стереотипы, которые строятся вокруг тех или иных персонажей, тех или иных произведений. Синдром самозванца, конечно, у меня периодически возникает, да, иногда я лежу по ночам и плачу в подушку, думаю, зачем вообще все это ввязался, особенно после какого-нибудь огромного потока критики, но, по крайней мере, в соцсетях я этой критике не придаю особенного значения, особенно в ТикТоке, потому что замечательная эта платформа для людей, чтобы сбросить свою пассивную агрессию, и мне это очень нравится. Пускай лучше люди пишут злые комментарии, его сбрасывают в свое плохое настроение, если вдруг сегодня что-то не устроило, вместо того, чтобы пойти там с кем-то подраться или накричать на жену, тоже радуюсь, что я являюсь таким катализатором. Прекрасное отношение к человеку, у которого почти миллион фолловеров, ну там 862 тысячи, ну скажем, миллион. Артур, откуда берете эти занятные, очень интересные факты, которые преподносите в ТикТоке? Как правило, из книг и хороших лекций. Ну, а допустим, вот в последнее время, это у меня началось недавно, вот там некоторые рубрики, когда я просто пытаюсь разобрать картины, да, с точки зрения там эмоциональной составляющей, или просто занимаюсь описательством, в прямом смысле этого слова, да, когда я сопоставляю просто факты из жизни со своим личным отношением, со своим личным видением картины, но уже как бы из насмотренности получается. Но в основном, конечно, да, это профессиональная литература, это лекции, беседы с профессионалами. То есть я никогда не беру информацию из всяких пабликов, которые называются там «Научим любить искусство за пять секунд». Там вот такая вот плюшечная биография какого-нибудь художника, якобы интересные факты, никем ни разу не проверены. Хотя иногда есть некоторые мифы, которые мне самому ужасно нравятся, я прекрасно знаю, что это неправда, но я периодически их рассказываю, потому что мифы тоже имеют право на существование. Ну а какие, например? Ну, ваш любимый. Один из самых крупных вот таких, вот эта вот история про то, что Леонардо да Винчи взял одного и того же персонажа для «Тайны вечери» своей замечательной, написал сначала Христа с какого-то чистого, прекрасного юноши, которого он встретил в хоре в одной из церквей во время своего римского периода, а потом он долго страдал и не мог найти этого отвратительного, страшного человека, Иуду, и он увидел на улице алкоголика какого-то страшного. Пьяницу подзаборного, который стал Иудой. Да, он взял его на Иуду, и вот он что-то его пишет, вдруг алкоголик пришел в себя после страшного запоя и говорит, ой, я здесь был три года назад, и ты с меня Христа писал. И он такой, вай-вай-вай-вай-вай, какой интересный момент. Испортил уже человеку жизнь. Ну, вот, никем совершенно не подтвержденная информация, но это, ну, Леонардо, в принципе, такой странный персонаж, что такое вполне себе, ну, могло бы быть. Ну, и вот какие-то такие вот вещи периодически закидываю, хотя на самом-то деле это неправда. Или история про Рене Магрид и его маму, да, тоже совершенно такая натянутая история для драматизма. Вот про Рембрандта тоже, но я еще, правда, это не записывал, что он был там нищий, страдал. Ну, бывает, но это делаю редко, потому что просто это вот такая прям совсем вкусная история, то есть совершенно нереально, но очень вкусная, иногда просто хочется ее рассказать. И бывают тут с этим проблемы, потому что ты, допустим, записываешь в ТикТок этот миф, да, ну, то есть несколько в шутку, да, так слегка раздуто все это преподносишь, а люди потом тебе пишут, что вот, ты такой тупой, этого ничего не было, ужасный. Мы же точно знаем, мы же точно помним, как там оно было. Вот, и как бы, а ты не можешь им объяснить, что... Это был юмор, да, что это был степ. Ну, как бы, да, если я буду снимать 20-минутное видео, где я сначала рассказываю миф, потом подробнейшим образом его развенчивают, да, то это, во-первых, будет долго, нудно и скучно, а во-вторых, как бы это не формат для ТикТока. А вот ограничение... Только точнее одна тема, когда ты просто по ней идешь. Либо развенчиваешь, либо рассказываешь. Вот это ограничение по времени, это этот вызов, который обычно, в принципе, ну, всех шокирует, что, ну, вот, надо уложиться в эти очень короткие секунды. Насколько это сложно? Вот, рассказать, какую-то найти тему и ее обрезать вот под этот формат? Это все момент тренировки. Ну, конечно, поначалу было очень сложно, просто максимально сложно. Первые свои, там, месяца два-три я эти ТикТоки вымучивал по два часа, да, потому что я вообще не знал, как к этому подойти, что-то формулировал туда-сюда, долго это снимал, оговаривался. А потом как-то по прошествии времени ты просто уже видишь суть и пытаешься вокруг нее плясать. Хотя сейчас ТикТок позволяет снимать до трех минут, а у некоторых персонажей до пяти минут. Вот такими длинными отрезками я не пользуюсь. Ну, допустим, полторы минуты мне хватает на то, чтобы тему прямо раскрыть со всех сторон. Это вот прямо идеальное время. 90 секунд просто шикарно. Но стараюсь, конечно, покороче. Ну, тем более, всегда же можно снять продолжение, как, скажем, с недавним, с черным квадратом у вас две части было. Что дальше? Хорошо. Сейчас вот эти короткие видяшки на ТикТоке. Какую форму, какой формат это может принять через какое-то время? Что вы планируете? Как-то монетизировать свои лекции в другом формате? Ездить как общество знания в свое время? Выступать с 90-секундными лекциями. Нет, слушайте, при всем при том, что я такой известен как человек, который очень коротко, быстро говорит о чем-то важном, то есть, несмотря на это, я уже давным-давно, ну, уже более полугода веду свои индивидуальные лекции в Москве, Риге и Санкт-Петербурге. В Ригу вот, кстати, приеду 11-12 декабря проводить лекции. Анонсируем. Давайте сразу, Артур, анонсируем. Что, где, когда. Ну, 12 декабря, понятно. 12-е, 12-е. Легко запомнить. 11-е, 12-е и 12-е, 12-е. У меня будут лекции. Одна лекция будет на тему, как правильно смотреть произведения искусства. Мне довелось такую штуку тоже собрать. И тема 2-е, да, 12-е число, это будет Рождество в истории искусства. Будем говорить про вообще всю эту традицию, про Новый год, про Христа, и не только, и не только, и не только. Ну, монументально замахнулся. Лекция будет стоить каждое... Посещение каждой лекции стоит 15 евро. На лекции предоставляется большое количество вина и закусок для моих гостей, потому что я считаю, что без еды и питья искусство не очень хорошо потребляется, особенно на сухую тяжело. А все подробности о месте проведения я приглашаю слушателей, которые заинтересуются, написать мне в Инстаграм, и я все им подробно в личные сообщения расскажу. Вот такая какая-то история. Ну, это что касается краткосрочных планов, кстати, да, ждем в Риге. Что касается развития самого проекта, или, ну, там, я не знаю, проекта Артур Чех, как планируете развиваться-то? Ну, сейчас вот у меня, я практикую большое количество частых лекций, да, то есть меня стали постепенно уже приглашать в разные города, так сказать, гастроли. Мне это ужасно нравится, это суперздорово. Вот недавно был в Мурманске, просто потрясающие ощущения. Ну что, сейчас у меня все мои ресурсы направлены на открытие YouTube-канала и подкастов. Больше всего в этой жизни я хочу сделать аудиогиды по музеям. Мне прям, вот, я сейчас очень хочу этим заняться, это будет прям потрясающе. Чтобы это было очень дешево, там буквально это стоило 3-4 евро. Ну так, чисто символически, да. Чтобы люди просто приходили, выставляли спокойно себе наушники и, общаясь, грубо говоря, мысленно со мной, смогли нормально, четко, правильно смотреть те или иные произведения искусства по определенным маршрутам. Потому что я придерживаюсь той точки зрения, что нельзя просто идти в Эрмитаж, там, грубо говоря, да, и за 2 часа отбежать его от начала до конца, ничего не поняв, ничего не увидят, но зато поставив себе эту галочку, что вот, мол, я был в Эрмитаже. То есть будут определенные такие маршруты по тем или иным направлениям, по тем или иным историческим эпохам, по тем или иным личностям, чтобы помочь людям как бы... А какие музеи это будут? Эрмитаж, а какие еще? Нет, в идеале я хочу заняться всеми крупными музеями. Музей Леопольда, Прада, Уфицы, Лувр, Арсей. Ну, понятное дело, что четверка крупных музеев в России, в Голландии. То есть я хочу вот заняться прям плотно-плотно-плотно и по всем вот самым гигантам пробежаться и сделать. То есть нужно будет сначала посетить эти музеи, пройти эти маршруты, прописать эти тексты? Нет, я так понимаю, скачиваешь какое-то приложение, то есть ты приходишь в музей, многие же тоже... Нет, я имею в виду для того, чтобы это сделать, создать. А, ну так я уверен, Артур уже побывал везде. Нет, не во всех далеко я побывал в музеях, к сожалению, в половине из них я был. Русский музей я, по крайней мере, знаю достаточно хорошо, чтобы в них ориентироваться. Мне не нужно туда каждый раз ходить. Но достаточно, да, один раз прийти, накинуть этот самый план, на что обратить внимание, потому что тоже как бы в музеях есть тоже такая специфика. То есть раньше... Откуда появились музеи? От частных коллекций, которые раньше были просто кучей мала, по большому счету, да. То есть это были те или иные представители высшей аристократии, которые собирали свои произведения, все подрастные произведения искусства, исходя там из своих почтений, из моды и так далее. А потом это все стало переходить с середины XIX века в эту музейную структуру. И поэтому в музеях всегда очень много лишнего, казалось бы, да. То есть есть вещи, которые просто там висят, потому что они принадлежат той эпохе, не подходят по интерьеру, их некуда девать, их никто не покупает. Хотя, ну, я ни в коем случае не принижаю их достоинств, но там в сравнении с теми же самыми гениями, на которых хочется потратить время, они не столь значительные, их можно как будто бы даже пропустить. Но можно сделать отдельный такой, для каждого музея отдельный маршрут про работы, которые остаются в тени, да. Такая вот замечательная вещь тоже. — Гитлер, да, от Артура Чеха. Ну, да прикольная идея. А мерч свой планируете запускать? Я обратил внимание, что во время записи многих роликов у вас тематические майки. — Это не совсем были мои майки. Я сотрудничал с одним магазином, который работает, кстати, в Латвии он работает, называется Art History Club, такая небольшая реклама. Свой мерч, не знаю, если найду того человека, который мне с этим будет помогать, конечно, запущу, пока не готов я этим заниматься. Нет у меня той бизнес-жилки, чтобы продавать в прямом смысле вот эти вот реальные вещи. На самом деле, ну, не всё же должно идти на продажу, в конце концов. — У меня есть паттерны, как бы, я знаю, как это делается, я обладаю каким-то эстетическим взглядом, как сочетать ткань с принтами, но пока это... Ну, где-то там есть. Но не в приоритете, я бы так сказал. — Что ж, время, время, Артур нас поджимает, выжимает из эфира. — Так же, как и в ТикТоке, да. — Буквально. Огромное спасибо, что были с нами. Ну, напоминаем, Артур Чех, не искусствовед, но совершенно прекраснейший популяризатор. Господи, выговорило я это слово «искусство». Со словом «искусство» гораздо проще. Был с нами тиктокер, блогер. Кстати, я тикток полюбил, Артур, благодаря вам. Отдельное спасибо. Поддержать его можно тоже на специальной платформе, потому что человек, ну, действительно заслуживает. Приезжайте в Ригу, встречаемся на лекциях Артура. Всего доброго, Артур. До свидания. Хорошего дня. — Спасибо большое. Хорошего вам денечка. До свидания. Слушайте радио Болтком.